так давайте продолжим моделировать нашу кухню то есть на прошлом уроке мы остановились на том что мы начали делать шкафчики мы начали делать раковину то есть мы с помощью того что использовали буллианс операции мы смогли у столешницы вырезать фейс ровно по цилиндру нашей раковины буллин не всегда срабатывает если например у нас уже высоко детализированный объект у которого много-много параметров с которыми мы работали то буллин сможет не сработать то есть получается такую операцию можно делать с такими компонентами у которых уже ну как бы минимум воздействия на них например это хорошо работает с кубиком или с любым другим кубом я сейчас куб вот так вот возьму то есть получается когда у куба есть его вот эти настройки with хейт subdivision хейт и так далее то более он должен сработать без проблем например у меня есть какой-либо цилиндр или шар и я хочу вырезать в нем дырку я могу сделать менш буллин и дифференс в зависимости от того в каком порядке вы выбираете объекты он вырезает дифференс то есть так как если помните на информатике проходили операции есть какие-либо объекты и из них отсекают есть множество они либо объединяются и либо пересекаются буллин сработает таким же способом вот например если сначала выделить квадрат потом цилиндр или сферу то у нас получается такая дырка можно это сделать другим способом например если вы посмотрите у меня на канале если например буллин с не работает есть другой метод как можно вырезать в какой-нибудь плоской поверхности идеальную как бы ровный круг то есть для этого для этих целей вы можете посмотреть данное видео и сделать круг ну другой операции то есть как вы уже заметили в процессе моделинга нет какого-то определенного правила а есть множество альтернативных методов как можно сделать ту или иную фигуру в моделинге просто есть определенные тулы с помощью которых вы можете сделать какое-либо действие а в каком порядке вы их будете применять то есть это может быть какой-нибудь креативный процесс и вы добьетесь например эффекта бэвела с помощью insert edge loop tool и двигания вертексов это тот же самый эффект то есть бэвел это просто ускоряет и есть определенные техники в моделинге с помощью которых вы можете сделать ту ту или иную тот или иной объект быстро например сегодня я вам покажу как можно сделать быстро например какой-нибудь длинный шнур но бывает такое что у вас какая-то изогнутая поверхность и ее можно моделить с помощью экструда например если у нас куб как я вообще сдвину есть клуб его можно экструдить например сюда чуть-чуть подвинуть повернуть можно еще раз нажать экструдь еще подвинуть повернуть это может быть цилиндр может быть куб можно добавить например еще одно деление сюда через insert edge loop tool можно их подвинуть ну и как бы долго кропотливо двигая вертексы можно сделать такой заворот такую же функцию можно такую же ручку например изогнутую можно сделать вообще в один клик для этого мы опять вернемся к нашим кормом нарисуем например какую-нибудь поверхность ну например с каким-нибудь изгибом пусть это будет например какая-нибудь ручка или не ручка шнур например у мышки или у лампы то есть какой-либо шнур у нас есть кирп ну кирп вы например при рендере не видны и мы сейчас будем использовать экструдь по линии то есть мы возьмем кубик или цилиндр поставим его в основании нашего кирва здесь нужно сразу продумать какой толщины будет наш например шнур если он будет толстый или слишком тонкий потому что потом это будет контролировать уже сложно то есть заранее задаем толщину ставим цилиндр ровно в точности в наш кирп то есть у нас вот здесь есть кирп он начинается с квадратиков как я уже вам на прошлом уроке говорила то есть начало кирва это такой пустой квадратик розовый если вам видно в отличие от обычных точек он не заполнен это означает что здесь мы начали рисовать линию далее мы выделяем просто передние фэйсы лишнее через control делаю дислэкт у меня сейчас выделены только передние фэйсы которые я буду экструдить через shift выделяю линию и нажимаю экструд сейчас у нас получается соединился начало и конец но если мы добавим дивизионов постепенно у нас наш кирп обволакивает вот этим цилиндром и зависимости от количества дивизионов у нас получается вот такая плавность чем меньше дивизионов тем у нас более резкий получается резкие переходы то есть получается экструд по линии он распределил 50 50 раз экструд и ровно на ту длину линии какую мы задали он повторил абсолютно все изгибы так можно например задать 60 то есть увеличиваете дивизионов до того момента пока у вас ну не появится нужная детализация например если у вас очень мало изгибов ну например ручка просто закруглена или какая-нибудь такая фигурная то вы можете использовать меньше дивизионов например если вы хотите поменять форму и не удалили пока историю то можно выделить керф сделать control curve и как мы с вазой делали также и здесь мы можем просто редактировать этот шнур ну как только мы удалим историю получается мы выделяем цилиндр идем вот в эту кнопку нажимаем на эту кнопку либо edit-delete type by history то керфа уже никак не влияет на нашу на наш шнур можно скейлить и увеличивать я сейчас отменю эти действия до того как мы удаляли историю можно пока мы не удалили историю можно контролировать настройки получается вашего экструда можно уменьшать дивизионы увеличивать и пока вы не произвели другой моделинг то есть не до не начали дальше добавлять какие-либо детали на вот этот шнур можно упомянуть поменять sickness например но самое интересное это твист или так называется теперь таким образом можно например делать ветки деревьев или какие-нибудь например рок также есть еще твист твист он вращает например вертексы это может быть какой-нибудь закруглили есть офсет но все это он не сильно влияет на данный этот компонент таким образом нам уже не нужно экструдить каждый раз весь вот этот куб то есть это можно сделать с помощью экструда и двигая вертексы scale ну например быстрее всего это сделать с помощью керва и такой так называемой техники экструда по линии очень хорошо применяется в лампах в шнурах например можно сделать таким образом какие-нибудь декоративные ручки ну и многое другое так я сейчас это удалю и в принципе мы можем сделать например вот этот стул для барной стойки для этого мне нужно посмотреть какие-нибудь референсы и подумать какой стул у меня будет в дизайне ну например может быть вот такой несложный стул принципе его сделать достаточно легко и быстро я могу начинать моделировать например в этой сцене либо открыть другую и потом импортировать данный стул например в свой в свою сцену например можно сделать краном кран экструдом по линии то есть взять цилиндр нарисовать данный керф и из экструдить так попробуем сделать данный стул для этого я создам простой квадрат я его со скейлю примерно таким образом он не совсем квадратную он больше похож на прямоугольник скорее всего вот такой если например у вас есть точные данные то вы можете сразу задать пропорции вбивая например сюда 05 например скил 50 толщина его и на 1 2 так теперь мне нужно сделать в него спинку вверх спинку можно сделать с помощью insert edge loop tool добавить сюда кат или можно использовать экструд ну например пусть будет экструд ну например пусть будет экструд на минуту на минуту в принципе способов как этот сделать стул тоже также достаточно много я могу использовать например экструд таким образом то есть выделить вот этот фейс поднять его вверх немного отклонить стул он не жесткий он сглаженный то есть поэтому мы будем работать в режиме тройка но я думаю мне такой метод не совсем подойдет потому что здесь у меня получается при сглаживании такой острый угол и поэтому я думаю в принципе можно будет использовать так немного другой метод можно добавить например что один insert is look to relative distance означает что это как бы любое расстояние релевантное к какому-либо бордеру equal distance он делает разные расстояния и я сейчас для того чтобы у меня вот здесь не было угла я просто возьму удалю вот эти фэйсы а вот эти фэйсы я с помощью бриджа сошью то есть таким образом у меня получилось избежать вот здесь этого угла и при сглаживании у меня идет такое ровное закругление принципе как и здесь если бы я оставила там угол то он вы видели например в предыдущем положении то что у меня получился вот здесь такой угол режим сглаживания тройка это не совсем еще сглаженный объект то есть это мы переключаемся между просмотром сглаженном виде и low поле моделью это например у нас low поле модель сейчас мы нажимаем тройку она сглаженная но при рендере она все еще low поле модель то есть когда мы закончим нам нужно будет обязательно сделать smooth либо convert smooth mesh preview это режим тройки в полигоны но на данном этапе нам пока сейчас это не нужно делать я думаю мне нужно немного добавить толщины поэтому в сглаженном виде я возьму и через move просто слегка приподниму по этим осям дальше для того чтобы у меня сглаживание шло не сильно например низ не скрадывала например поверхность вот здесь чтобы он был более угловатый я добавлю сюда еще отделений то есть в режиме сглаживания вы можете контролировать вот этот угол сглаживания если у меня здесь будет много эджей то угол соответственно будет острее вот я сейчас буду использовать multiple edge loops и добавлю это посередине таким образом у меня уже автоматически режим сглаживания получил больше детали больше эджей и соответственно чем ближе у меня к краям эджи тем острее получится вот этот сглаживание чем ближе ближе они к центру тем как бы более плавно чем дальше ну тем более острее в режиме 1 это выглядит вот так в режиме 3 например вот так если я в режиме 3 буду вытягивать до такой степени то в режиме 1 меня может произойти немного ну как бы смещение поэтому нужно все время смотреть и в режиме 1 и в режиме 3 чтобы основная модель low poly у вас не так сильно деформировалась например вот здесь я думаю мне нужно добавить еще один edge loop но теперь мне нужно уже не multiple а например relative переключить когда вы добавляете например edge loop и вы сразу видите режим low poly то есть все же у вас модель она еще low poly и поэтому когда вы добавляете деление они добавляются именно на low poly модель так теперь можно сделать я думаю небольшое углубление по центру и еще я думаю я добавлю один edge loop ровно по центру для того чтобы я потом могла удалить одну часть и сделать зеркальную копию то есть у объектов это очень удобно иметь центральную линию то есть о симметрии для этого я поставлю number of edge loops на единицу и кликнув по центру теперь если я например начну как-то делать например какие-либо махинации с вертексами то я в любой момент могу удалить половину фигурой прям смело если мы работаем в чистой сцене то у нас манипулятор будет ровно в центре и я могу просто control d нажать и минус 1 например по z и не по z по x комбайн обязательно сшить вертексы но мы к этому к приему еще вернемся то есть я сейчас просто продемонстрировала для чего у моделей в принципе всегда держать центральную ось чтобы если что-то пойдет например не так можно было у симметричных моделей чтобы была центральная ось так и теперь я хочу да немного сделать углубление вот здесь например он уже это же сиденье я думаю что сиденье оно не такое плоское прямое она имеет вот здесь углубление даже если мы здесь посмотрим то она вот видно на данном рисунке то есть вот здесь сзади то есть более более круглая поверхность нежели прямая линия для этого я выделяю просто центральные вертексы через режим 4 вы можете посмотреть что вы выделили если вы где-нибудь например забудете вертекс то модель уже немного станет кривой то есть спереди например нормально а где-то там сзади выделено неравномерно или например несимметрично теперь я двигаю их немного вниз то есть в режиме сглаживания это выглядит равномерно если например мы работаем слоу поле моделью то мы можем использовать soft selection soft selection включается как бы и выключается как горячая клавиша b но в принципе если вы работаете в режиме тройки то она и так вот будет перемещаться более плавно и теперь я оставила только центральные два вертекса на передней части и на нижней части и я сделаю еще это чуть чуть ниже то есть как вы делали стаканчик вы постепенно увеличивали вот эту делали горку так и я думаю нужно будет еще вот эти вертексы тоже немного опустить опять выделяем по 3 через режим 4 проверяем чтобы у меня не выделились самые крайние двигаю их чуть-чуть вот так через control делаю дислэкт крайних оставляю только центральные и чуть-чуть опускаю фото вниз так здесь можно например чуть чуть посильнее и самые верхние я чуть-чуть выровнял вот так то есть таким образом через вертексы мы сделали такую более сложную форму стула также можно повторить это со спинкой изначально у нас был куб теперь у нас это как пластилиновая такая поверхность которой мы можем придать форму с помощью вертексов в режиме сглаживания это происходит более мягенько ну думаю и здесь уже вы работаете как скульптор то есть на глаз берете такой угол чтобы ну как бы модель выглядела в соответствии с вашим референсом думаю можно вот эти еще немного опустить если на прошлом уроке мы работали более с жесткими поверхностями и добавляли им сглаживание только на кусочки бабу туда мы не применяли режим сглаживания тройки то например с такими поверхностями как мягкие стульчики или диваны то есть вы будете работать в режиме тройки и они получатся но более такие мягкие округлые так теперь только центральные сюда чуть-чуть падать подвинул у округлых например то что вы сейчас видите сетку она создается автоматически но когда вы сделаете смуз у вас получается станет гораздо больше полигонов чем например вот в таком режиме и у округлых форм желательно держать вот эти расстояния то есть линии и сетка ну примерно равномерно должна быть если оставлю так то у меня получится вроде бы сглажена но не совсем аккуратно поэтому в режиме 1 я добавлю чуть-чуть более плавно поверхность думаю еще вот эти вертекс и можно тоже приподнять то есть таким образом через вертекс и вы формируете саму сетку поверхности у меня получилось немного толще поэтому можно в принципе с помощью фейсов чуть-чуть подтянуть толщину думаю надо еще добавить одно деление сюда и сделать слегка вот такой спуск точнее я наверно это сделаю таким образом я сейчас добавлю и серталь звук ту ну примерно вот сюда нет лучше желаете в дистанции поближе сделаю опять экструд немного подвину и я удалю вот эти фейсы кстати если у вас например горячие клавиши не работают это означает что включен русский язык горячая клавиша кул переключает на режим выделения ну или заканчивает команду которая вас сейчас запущена так повторим вот здесь вот bridge через shift например если вы выберете один edge и через какой-то период другой что выделиться ровно четыре ну ровно те edge которые находятся между ними ближайшее расстояние это повторяет команду через control можно просто крайне убрать у бриджа не должно быть за цикленным выделением вы должны выделить сначала четыре и в другом конце четыре и всегда ровное количество равное количество если это слишком много то мы можем просто взять и так через ensure to добавить еще одно деление подвинуть немного так и крайне можно срезать в принципе так и здесь нужно зашить теперь оставшиеся дырки тоже можно с помощью бридж но есть такой элемент как fill hole но фил холл он за счет таким образом он находится например здесь то что у меня вот здесь не хватает edge я увидела на практике что многие стараются удалить лишние edge например они сделали insert edge loop tool и он добавил edge по кругу например как это вот здесь происходит но например вам нужно это для ручки вы ручку вытянули а эти edge остались пусть они остаются то есть получается так у вас правильная геометрия будет то есть если вы хотели хотите добавить хотите добавить деталь то edge они будут как бы по всей геометрии удалять их не нужно для того чтобы не было вот таких вот пятиугольников и почему эти пятиугольники вредные потому что когда вы нажимаете например тройку происходит вот такой косяк геометрии то есть мая она не совсем всегда правильно понимает многоугольники и они ну как бы не так хорошо просчитываются и если например вы использовали fill hole то вот этот можно исправить с помощью мультиката то есть в любой момент если вы удалили какой-то edge его можно восстановить с помощью мультиката мультикат он автоматически ну как бы снеппит к вертексу и в эту если вы кликните то он добавляет и соединяет вот эти два вертекса можно с помощью мультиката вообще добавить в любую поверхность вертекс и создать между два вертекса и создать между ними edge или можно например восстановить там где есть два вертекса но между ними нет edge так я сейчас закончу мультикат и верну в режим тройки например если у вас опять пятиугольники то они в режиме сглаживания становятся вот такими не совсем гладкими не совсем правильными поэтому этот edge можно удалить но удалить не просто это делитом потому что здесь у меня вертексы остались я сейчас сделаю control z а удалить именно через shift и delete edge shift правая кнопка мыши и delete edge и все у меня геометрия опять ровненькая аккуратная равномерная так и давайте теперь подумаем как можно сделать данные ножки для этого мне нужно добавить сюда еще один insert edge loop tool у меня появится здесь квадрат я начну их вытягивать через экструд из этого квадрата этого квадрата и вот этих двух опять вернемся в режим тройки в принципе не так сильно пострадала наша форма но ножки нам очень нужны и мы начнем их вытягивать в режиме сглаживания в режиме сглаживания они у нас они у нас в принципе идут уже более округлые и чем правильнее квадрат тем округлее получается тем более округлые у вас ножки для этого я думаю мне нужно подвинуть немного вот этот edge вперед чуть чуть не надо и немного вытягивать немного 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 Делим их в центру, думаю, мне слишком длинные они не нужны. Все, думаю, экструд хватит, я нажала на клавишу Q, и теперь мне нужно немного выправить эти вертексы. И я могу через Scale делать это симметрично. То есть, если Move работает в одну сторону, то если я буду использовать Scale, то я буду их, получается, сдвигать симметрично относительно центра. Просто используя не Move, а Scale. Постараюсь их выровнять относительно друг друга. Задние ножки у меня все пляшут. Так, теперь посмотрим, у нас задние ножки немного длиннее, чем передние. И я думаю, буду использовать Side View для того, чтобы их немного поправить. Чуть-чуть по длине их сделаю. Ну, таким образом. Так, и начну добавлять на них детали. Буду использовать Insert Edge Loop Tool и Multiple Edge Loops и единицу. Таким образом, у меня ровно по центру будут добавляться деления. Конечно, можно добавить еще вот так. Но у меня здесь, получается, не такой гладкий скат будет. Ну, я думаю, лучше стоит добавить. Здесь я потом могу просто поправить это через Vertex. То есть теперь у нас появляется детализация. Если я сейчас их удалю, то у меня останутся такие круги. Думаю, мне еще нужно добавить детализации сюда. Ну, хотя они так становятся более квадратными. В принципе, можно убрать детализацию. Кстати, на данном моменте можно сделать дубликат объекта. Кстати, нужно удалить историю, чтобы лишние группы удалились. Я сделаю дубликат объекта и этот скрою. Напишу, например, Chair Stage 1. Дубликаты можно в любой момент удалить. Но если я сейчас начну, например, что-то удалять и много модифицировать, у меня всегда останется backup, которым я могу вернуться. То есть, ну, как резервная копия. Точка восстановления. Так, у меня здесь не совсем ровные ножки. Через вертексы и скейл буду их немного корректировать. Внимательно проверяю все вертексы. Я выделила ровно по 4. И сейчас через скейл их немного выправлю. И данные тоже. Ну все, думаю, можно сейчас лучше вот эту копию сделать. Ctrl-B. Скроем ее и у дубликата уже начнем удалять часть. Кстати, если, например, вы сталкиваетесь с тем, что у вас криво стоят вертексы, это можно тоже поправить с помощью скейла. Я сейчас выделила все нижние вертексы. И сделаю их через скейл прямыми. То есть, я просто потянула за одну из осей, и они у меня выровнялись друг относительно друга. Ну, думаю, это уже более-менее похоже на данные ножки. Теперь я хочу добавить немного деталей. Думаю, я это сделаю с помощью экструда. Немного вовнутрь. Я здесь могу запомнить ровно такое же значение. Минус, например, 0,3. Сделать это то же самое здесь. Опять тяну за синенькую. Минус 0,3. Таким образом, они у меня одинаковые. Так, у меня немного передние и задние, они отличаются. Ножки. Это можно тоже поправить с помощью скейла. Скейл и мув. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И таким образом, когда мы вставим сюда цилиндр, у нас будет небольшой зазор и детализация на этих ножках. И еще, думаю, на ножки нужно будет добавить сюда деление. Я выбрала Relative Distance и сейчас прям вот сюда добавлю. Хотя нет, в принципе, думаю, достаточно деления. Если бы у нас, например, был бы здесь не такой плавный загиб, а более острый, то нужно было бы добавить сюда еще один Division. Ну, думаю, в принципе, сейчас пока этого достаточно. И можно сделать брейк.